Нарушение на миллионы рублей. Счетная палата провела очередную проверку. На этот раз в поле зрения аудиторов попала школа номер 99. Все подробности у Дмитрия Зайцева. Это здание на пересечении улиц Кутиково-Университетской в Саратове. Уже долгое время в списке городских недоделок. Ремонт школы номер 99 начался в 2008 году и до сих пор еще продолжается. Сейчас все работы в помещении приостановлены. Счетная палата обнаружила на данном объекте финансовые нарушения. Миллионы бюджетных денег так и не попали на строительную площадку. Контракты на ремонт школы заключала министр Антонова. И все бумаги на прием этих стройматериалов и установку этих стройматериалов на объект подписывали должностные лица комитета капитального строительства областного правительства и должностные лица казенного предприятия, которое осуществляло надзор за ходом стройки. И получало за это из бюджета 2% от стоимости работ. Аудиторам пришлось проверить все документы и расчетные сметы по данному объекту, прежде чем разобраться в огромных тратах. К примеру, стоимость недостающих строительных материалов составила около 2,5 миллионов рублей. Деньги были списаны по фиктивным накладным. Часть документов в момент проверки вдруг пропала из комитета капитального строительства. Нам стали пытаться вводить в заблуждение, что якобы эти документы находятся в городской администрации. Но, как выяснилось потом, документы должны были находиться в областном правительстве. Чиновники областного правительства пытались переложить вину за бюджетные растраты то на казенное предприятие, то на подрядчика. Последний, кстати, еще перед началом строительства застраховал сбой в выполнении сроков ремонта, после чего получил компенсацию от страховой компании. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Это будет продолжаться до тех пор, пока либо прекратятся все эти безобразия, либо все-таки уголовные дела будут заканчиваться посадками, посадками виновных лиц. Сейчас счетная палата совместно с прокуратурой и областной полицией досконально проверяют всех возможных фигурантов уголовного дела. Не исключено, что вскоре станут известны новые подробности этой школьно-ремонтной аферы. Дмитрий Зайцев, Алексей Новиков, Александр Шевченко и Кирилл Логинов. Вести Саратов.